1941 год по восточному календарю был годом змеи. Змея это символ постоянного движения и борьбы противоположных сил. Главные качества змеи это созерцательность, неторопливость, глубокие замыслы. Что касается глубоких замыслов, то уже первый месяц нового года, пожалуй, был урожайным. Например, главнокомандующий объединенным флотом Японии адмирал Исироко Мамото дал приказ своему штабу подготовить план нападения на американскую военно-морскую базу на Гавайских островах. Гитлер лелеял план сокрушения Советского Союза. Соединенные Штаты с максимальной выгодой для себя стремились, если не войти в мировую войну, то, по крайней мере, так помочь Великобритании, чтобы она окончательно обанкротилась, и Америка стала бы наследницей британской колониальной империи, разумеется, в совершенно другой имперской форме межгосударственных отношений. Итак, 41-й год, год змеи начинался с масштабных замыслов, но при этом все мировые лидеры очень торопились, что не соответствовало змеиным символам. Иосиф Сталин, ощущая опасность, торопил всех и вся с производством современных вооружений, с формированием новых танковых и авиационных соединений. Появление дивизий, новых корпусов, полков успокаивало советского диктатора, хотя даже часть из них на бумаге только появлялась, а не в действительности. И за громадным количеством техники, танков и самолетов Сталин не видел того, что многие советские летчики и танкисты как следует не успевали освоить новую технику. Черчилль торопился превратить локальные успехи в североафриканской кампании, полноценную победу, которая нужна была ему и Великобритании как воздух после понесенных в 1940 году тяжелых поражений и эвакуаций. Муссолини, впрочем, как мог быть спокоен Дуччи после итальянских катастроф в Северной Африке и в Греции. Интересно, что в начале 1941 года никто из лидеров не верил в скорое окончание военных действий и, пожалуй, не демонстрировал никакого стремления к миру. Воюющие знали, что это надолго, а не воюющие понимали, что их чаша сия не минует. Надо сказать, что Гитлер часто говорил о том, что 1941 год будет последним военным годом, но, судя по дневнику приближенного к нему Геббельса, в это мало кто верил. А что касается планов и масштабных замыслов в год змеи, то надо сказать, что у змей, кроме достоинств, есть и очевидные недостатки. Они ведь не летают, а только ползают и часто сами себя кусают за хвост, не разобрав в темноте, что этот хвост собственный. Субтитры создавал DimaTorzok С новогодним обращением к нации в Германии выступил Герман Геринг. Большая часть его речи состояла из победных реляций 40-го года, хвастливых панигириков германской мощи, а главный тезис на будущее звучал так – отдать все силы для окончательной победы. Конкретный адресат враг назван не был. В таком же обращении к народу Уинстону Черчиллю тоже было чем гордиться. Англичане успешно отразили воздушное наступление немцев, а в конце года 40-го весьма кстати подоспели и победы британских войск в Северной Африке. Правда, одержаны они были над итальянской армией, но Черчилль не стал это акцентировать. Англичский народ заждался военных успехов, и премьер с восторгом и напором описывал, хотя и небольшие, но триумфы британского оружия. Новый 1941 год. Советские трудящиеся встречают сложные международные обстановки и полные боевой готовности. Так писала правда в первые январские дни 1941 года. Впрочем, она много о чем писала. Вот, например, стихи. «Наш каждый год победа и борьба за уголь, за размах металлургии, а может быть к 16 гербам еще гербы прибавятся другие». Или вот такие стихи. «Но мы еще дойдем до ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Индии до Англии сияла родина моя». На фоне этой всесоюзной зимней бодрости в разведывательном управлении генерального штаба Красной Армии произошел тихий скандал. Исполняющий обязанности начальник информационного бюро разведуправления подполковник Василий Андреевич Новобранец представил начальнику разведуправления генералу Голикову совершенно неопровержимые данные о сосредоточении германского вермахта на западных границах Советского Союза. Голиков пришел в ужас, ибо данные новобранца полностью противоречили слепому убеждению Сталина в том, что Германия никогда не нападет на Советский Союз до того момента, пока не покончит с Великобританией. Голиков объявил данные новобранца паникерскими, английской дезинформацией и лично урезал их на 30 дивизий. Однако, храбрый подполковник, имевший за плечами две академии, совершил поступок в Красной Армии немыслимой. Он лично включил первоначальные сведения в специальную сводку, которую разослал самовольно, без санкции, руководство штабы военных округов, руководство Наркомата обороны и в Генеральный штаб, приготовившись для себя к самому худшему. В разгар скандала Реттио подполковника совершенно неожиданно взял под свою защиту начальник Генерального штаба Красной Армии Кирилл Афанасьевич Мерецков. Мерецков решил использовать первоначальные сведения новобранца для предстоящих военных игр в Генеральном штабе. Мерецков еще не предполагал, каким серьезным последствиям приведет его это решение. Иосиф Сталин, судя по журналу посетителей Кремлевского кабинета, занимался сменой военных кадров. Вождь решил освободить от должности начальника Генерального штаба Кирилла Мерецкова и подыскивал ему замену. Самым реальным претендентом считался командующий Киевским особым военным округом герой Советского Союза генерал Георгий Жуков. До января 1941 года Жуков не имел опыта штабной работы. Американский президент Франклин Рузвельт выступил 6 января с программной речью, в которой сформулировал основные американские ценности. Четыре свободы. Свобода слова и самовыражения. Свобода каждого исповедовать свою веру в Бога своим путем повсюду во всем мире. Свободу от нужды. Свободу от страха. Германия продолжала бомбардировки английских городов, хотя они становились все более редкими и менее массированными. Из январских операций Люфтваффе можно выделить налеты 9 января на Манчестер 143 бомбардировщика и на Лондон 67 бомбардировщиков. 27 немецких самолетов не вернулись на свои аэродромы. Для оборону Рейха от ночных налетов в Голландии была сформирована 1-я дивизия ночных истребителей. Летчики-ночники сражались в тесном контакте с подразделениями радионаведения и прожектористами. Но основные силы Люфтваффе начали перебазироваться в Польшу, где развернулось строительство 50 новых аэродромов. Гитлер теперь все чаще говорил о проблемах предстоящей Восточной Компании и состоянии Красной Армии. 9 января в беседе с командующими армиями фюрер сказал. Русские вооруженные силы представляют собой глиняный колосс без головы. У них нет хороших полководцев, и они плохо оснащены, но недооценивать их нельзя. Целью операций должно явиться уничтожение русской армии, захват важнейших и разрушение остальных индустриальных районов. Кроме того, должен быть захвачен район Баку. Понимая суровую необходимость, после очередных итальянских катастроф Гитлер подписал директиву об участии немецких войск в войне в Северной Африке для укрепления союзных отношений с Италией. Германские войска морем должны были переправиться в Северную Африку, но на пути итальянских транспортных судов стояла хорошо укрепленная английская военно-морская база-крепость на острове Мальта. Мальтийский архипелаг, расположенный в Средиземном море южнее Сицилии, занимающий площадь всего лишь 316 квадратных километров и состоящий из нескольких островов, собственно, острова Мальта и крупного острова Гоза или Гоца, в 1941 году был очень важным стратегическим объектом. Нужно сказать, что стратегическое значение Мальты отчетливо сознавали и англичане, и итальянцы, и гитлеровская Германия. Для англичан Мальта, если выражаться метафорически, была центральной опорой того моста, который связывал Гибралтар и Египет, Александрию. Нужно сказать, что применительно к тому времени, о котором мы сейчас говорим, Мальта перестала играть роль главной военно-морской базы Великобритании. Дело заключалось в том, что слишком рядом находилась Сицилия с ее аэродромами, с самолетами, которые могли за 15 минут преодолеть расстояние от Сицилии до Мальтийских бухт. И Германия, которая предпринимала попытки изменить расклад сил на Срединноморском театре военных действий, в январе 1941 года перебросила из Норвегии 10-й авиакорпус, который имел опыт борьбы с английским флотом, и в составе которого находились пикирующие бомбардировщики, истребители, самолеты-разведчики. В начале января на юге Италии полностью сосредоточился 10-й германский авиационный корпус. 10 и 11 января Средиземноморский флот Великобритании впервые испытал на себе удары немецких асов, в том числе и пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Английский авианосец Илластрис получил тяжелые повреждения, а крейсер Саутгемптон и несколько транспортных судов были потоплены. Английский главнокомандующий Восточной Средиземноморской эскадры адмирал Каннинхем, наблюдавший с мостика своего линкора атаки немецких бомбардировщиков, записал в своем дневнике «Нас слишком заинтересовал этот новый вид воздушной атаки, чтобы мы испугались по-настоящему. Не было сомнений, что нас подкараулили настоящие специалисты. Самолеты образовали большой круг над нашим соединением. Мы не могли не восхищаться их умением и четкостью. Один за другим они вываливали из строя, выходя в атаку. Самолеты сбрасывали бомбы в упор. Когда они выходили из пике, некоторые из них пролетали вдоль полетной палубы авианосца ниже уровня трубы». В январе англо-американское военное сотрудничество продолжало интенсивно развиваться. Американцы передали Англии 120 танкеров и разрешили британцам ремонтировать корабли на верфях Нового Света. Между Великобританией и США было заключено важное соглашение о поставках американских коротковолновых радиолокаторов. Германия закончила оборудование своих французских баз для подводных лодок. В портах Западной Франции возникли мощные бетонные ангары, укрытие для ремонта подводных лодок и отдыха немецких моряков. Причем французские рабочие смогли ремонтировать германские субмарины на четверть времени быстрее, чем их германские коллеги по рабочему классу. Подводные лодки теперь были в полной безопасности. Ни одна бомба не могла пробить толстые бетонные крыши ангаров. В Атлантике в этом зимнем месяце условия плавания оказались очень тяжелыми. Весь январь бушевали штормы. Низкие облака, ураганные ветры, плохая видимость и туманы с дождем помогали английским караванам судов преодолевать все опасности военных маршрутов. На Атлантических путях в январе действовали 15 немецких подводных лодок и 5 итальянских. Они потопили 14 транспортных судов, потеряв одну итальянскую лодку. В условиях войны это была, конечно, капля в море, но когда думаешь о людях, погибших на этих судах, посреди океанского шторма, в ледяной воде, мыслить категориями большой войны совсем не хочется. В гитлеровское горное гнездо в Баварских Альпах 19 января прибыл итальянский диктатор Беннито Муссолини. В Ливии и в Греции итальянские войска были накануне катастрофы. Гитлеру перед началом войны на Востоке необходимо было стабилизировать Средиземноморский театр военных действий. Иначе через южное подбрюще Европы англичане смогут угрожать не только нефтяному району Плоешти, но и самой Германии. Видимо, на этой встрече Дучча впервые получил исчерпывающую информацию о предстоящих планах Германии. Говоря о Западном фронте, Гитлер заявил. По отношению к Англии, я нахожусь в положении человека, у которого всего один патрон в ружье. Пока я его сохраняю, он имеет силу. Но если выстрелив, я промахнусь, то положение станет серьезным. Неудачная высадка представляла бы такую потерю людей и материала, что надолго успокоила бы англичан и дала бы им возможность применять на других театрах, в частности в Средиземноморье, те силы, которые сейчас они вынуждены держать дома. Держа их под угрозой высадки, я связываю эти силы. Вот почему для вида я должен подготовить высадку. 22 января переговоры Гитлера и Муссолини продолжились. В этот день британские войска в Северной Африке захватили важный город и порт Тобрук и взяли 25 тысяч пленных. Интересно, кто кому преподнес эту новость? Муссолини Гитлеру или Гитлер Муссолини? На встрече двух диктаторов было решено, что Германия нападет на Грецию, чтобы помочь итальянцам, прижатым побережью Адриатического моря, и в самые ближайшие дни направят экспедиционный корпус в Северную Африку, командовать которым уже назначен генерал Эрвин Ровин. Итальянцы же с помощью немецких люфтваффе должны добиться полной нейтрализации английской военной базы на острове Мальта. В период со 2 по 6 и с 8 по 11 января 1941 года в генеральном штабе Красной Армии состоялись две оперативно-стратегических игры. Западными на этой игре командовал генерал армии Георгий Константинович Жуков, командующий Киевским военным округом, восточными генерал-полковник танковых войск Дмитрий Григорьевич Павлов, командующий Западным особым военным округом. После войны благодаря мемуарам Жукова утвердилось распространенное мнение о том, что на этих играх отрабатывались планы прикрытия государственной границы. В действительности правда стало известно только более полувека спустя. Вопросы обороны на этих играх вообще не рассматривались. Вводная установка была следующей. Западные напали, восточные их отбросили на линию государственной границы и, собственно, с развития наступательной операции с линии границы и начиналась первая и вторая игра. В ходе первой игры отрабатывались глубокие наступательные операции Красной армии на северо-западном направлении с нанесением главных ударов на Кёнигсберг и Аленштейн. В ходе второй игры — глубокие наступательные операции Красной армии в Южной Польше с нанесением главных ударов по направлению на Краков и Ченстахов. На северо-западном направлении наступление Восточных захлебнулось, а на юго-западном, наоборот, дало поразительный эффект. И именно поэтому юго-западное направление в последние предвоенные месяцы и стало основным в советском военном планировании. Но главная интрига этих игр заключалась не в том, что Красная Армия готовилась отражать немецкую агрессию под стенами Кракова или Кёнигсберга. В разгар игр совершенно неожиданный Мерецков, который решил использовать данные подполковника-новобранца, предложил изменить вводную и предоставить западному инициативу в нанесении первого удара. Ситуация оказалась для Павлова катастрофической. Жуков разгромил войска Павлова буквально в считанные дни. И в действительности на картах повторилось то, что позднее произойдет в июне 1941 года в реальности. Сталин был в ярости. Он, во-первых, накричал на Мерецкова и спросил, откуда он взял данные, которые он использовал во время игр. Вместо ответа Мерецков положил Сталину на стол сводку подполковника-новобранца, в которой подполковник оценивал немецкие силы на западных границах Советского Союза в 110 дивизий. Сталин помолчал и предложил немедленно сместить Мерецкова с должности начальника генерального штаба, назначив на эту должность генерала армии Жукова. Мерецков был назначен заместителем народного комиссара обороны. Конечно, выбор Сталина основывался только на том, что Жуков лихо и стремительно гнал войска Павлова. Хотя в действительности остался всего лишь навсего неплохим командиром эскадрона. Но Сталин так и не понял, чем командир кавалерийского эскадрона отличался от начальника генерального штаба. Больше всего в этой истории повезло подполковнику-новобранцу. В той суматохе, которая поднялась после прорыва Жукова, а ретивом подполковники из главного разведывательного управления на какое-то время просто забыли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герой Советского Союза, генерал армии Георгий Константинович Жуков. Родился в 1896 году в крестьянской семье. Участник Первой мировой войны. В войну гражданскую командир эскадрона полка красных кавалеристов. Участник разгрома Тамбовского крестьянского восстания. Окончил краткосрочные кавалерийские курсы в 1925 году. В 1939 году, летом, с должности заместителя, командующего Белорусским военным округом, был назначен командующим советско-монгольскими войсками на реке Халхенгол во время кратковременной советско-японской войны. Разработанная под руководцем Георгия Жукова операция закончилась разгромом японской армии. После Халхенгола Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза и назначен командующим Киевским особым военным округом, где тогда была сосредоточена главная группировка войск Красной Армии. Георгий Жуков возражал против назначения его начальником генерального штаба, ссылаясь на отсутствие у него опыта штабной работы. На военном совещании, после которого Сталин решил назначить Жукова в генеральный штаб, Жуков выступал с докладом о стратегической наступательной операции. Были в его докладе и слова о тщетности стратегической обороны. Роковые для 1941 года слова. Во второй половине января британские войска продолжали успешное наступление в Северной Африке. В их руках оказался важный ливийский порт Бенгази. Немцам надо было торопиться с переброской своих войск, иначе вся Ливия могла бы оказаться в руках англичан. Неожиданные тревожные вести пришли в Германию из Бухареста, где легионеры Железной Гвардии, так называлась румынская националистическая организация, что-то вроде штурмовых отрядов Германии, организовала мятеж. Перед Гитлером стал нелегкий выбор. Генерал Антонеску или близкие по духу железногвардейцы, чей приход к власти, впрочем, солил большие беспорядки, а то и гражданскую войну в Румынии. Германия поддержала Антонеску, и совместными усилиями Румыния была утихомирена. 30 января, в очередной речи, посвященной восьмилетию прихода нацистов к власти, Гитлер с большим пафосом и уверенностью заявил, что в течение 1941 года Германия окончательно завоюет победу и больше немцам воевать не придется. 31-го, в самый последний день января, в Генеральном штабе германских сухопутных войск были окончательно утверждены директивы по сосредоточению войск против Советского Союза. Войска на Востоке развертывались согласно плану Барбаросса. На торжественном заседании в 17-ю годовщину смерти Ленина секретарь ЦК ВКПБ Александр Щербаков сказал, что интересы обороны Родины в нашей жизни должны быть на первом месте. В январе 1941 года не было такого дня, чтобы в Крылевском кабинете Сталина не обсуждались проблемы модернизации Красной Армии, а в более узком кругу и разведывательные данные о признаках подготовки Германии «Наступление против Советского Союза». Что могли тогда знать Сталин и другие руководители страны? Конечно, о плане Барбаросса и его деталях никто ничего знать не мог. Но косвенных свидетельств того, что Гитлер подготавливает какое-то наступление на Востоке, было предостаточно. Их даже было слишком много, чтобы можно было судить о них здраво. Слишком много, потому что к информации примешивалась искусно подготовленная разведками дезинформация. В итоге, как вы оцените, например, такой факт? В январе Германия перебросила несколько танковых и пехотных дивизий в Польшу. Но немцы объяснили это тем, что они вывели эти войска на отдых, для того, чтобы они оказались вне зоны действия английской авиации. Приемлемые объяснения? Да. А с другой стороны, в эти же дни немцы начали строить 50 полевых аэродромов вдоль границ Советского Союза и Германии. А это уже чем объяснить? Тем, что немцы из Польши будут летать бомбить Англию, но это было бы глупо и нерационально. Интересно, что генерал-лейтенант НКВД Иван Масленников в служебной записке заместителю наркома Всеволоду Меркулову отмечал довольно-таки необычные факты. Дело было в том, что многочисленные германские агенты разведки, задержанные на границе, имели одну единственную цель – раздобыть образцы нефтепродуктов, используемых в Красной Армии. То есть образцы авто и авиабензинов, машинных масел. Генерал-лейтенант Масленников недоумевал. Зачем это немцам? Да и представьте себе картину. Германские агенты прут через границу канистры с бензином и банки с машинным маслом. Но дело было в том, что германский генеральный штаб планировал на полях будущих сражений в Советской России захват громадных трофеев, и в том числе нефтепродуктов и военной техники. И немцам нужны были технические характеристики бензина и масел для того, чтобы использовать их как в своей технике, так и в захваченной советской. В целом, январь 1941 года был отмечен резким увеличением числа донесений о подготовке к Германии нападения на Советский Союз. На Британских островах население продолжало готовиться к германским десантам. Никакой информации об уменьшении опасности оккупации англичанам не сообщалось. По-прежнему мужчины пожилого возраста готовились к защите своих городов восточного побережья, женщины осваивали ремесла и премудрости медицинских профессий, а дети увозились в сельские районы. Но Черчилль уже был прекрасно информирован о том, что острие германского меча перемещается на восток. КОНЕЦ КОНЕЦ